И я хотел бы поприветствовать всех тех, кто слушает и смотрит эти учения, всех учителей, а также представителей монашеской санхи, а также всех моих друзей в Дхарме, я надеюсь, что вы пребываете в добром здравии. И сегодня это 13-й день летних учений Марго, и послезавтра будет 14-й день этих учений, я думаю, что это будет последний день этих учений, я думаю, что будет завершено повествование о Первом Соборе на 14-й день этих учений, послезавтра, это будет 7-е сентября. И я думаю, что к 7-го сентября мы сможем закончить это повествование о Первом Соборе, и, как я уже говорил прежде, эти учения, даже если они будут закончены раньше, тем не менее 11-го числа, как и мы планировали, будет проведён ритуал Будуши Кямуни. Здесь нет никаких изменений. У меня было очень много работы, и поэтому на составление этого ритуала необходимо было время, и поэтому я думаю, что 10-го сентября будет праздник, который называется Чун Чжо Чжи, то есть это также полнолуние. И по этой причине, как я уже говорил прежде, я не успел, как планировал, изложить историю Карма Баранджи Дурджи, поэтому я подумал, что было бы хорошо рассказать эту историю с 7-го числа, и я думаю, что я запишу видео, и это видео будет показано всем. И это будет 7-го сентября, а 11-го сентября, как я уже говорил, без каких-либо изменений будет проведён ритуал Будуши Кямуни, и затем я хотел бы особенно рассказать о следующем, с сегодняшнего дня мы будем читать молитву в перерыве Ван Дю Силдеп, который был написан в Джуми Памримбате. И Кяже Кяцеримбате сказал мне, что было бы хорошо, если бы мы могли усилить деяние подчинения в нашей традиции Крама Кагю, Кам Сан Кагю, и поэтому мы будем читать эту молитву Ван Дю Силдеп, молитву притяжения и подчинения, и поэтому мы будем читать её в перерыве, и я думаю, было бы хорошо, чтобы вы читали её настолько, насколько возможно много, и также, чтобы лично, чтобы вы читали эту молитву Ван Дю Силдеп, молитву о подчинении для благополучия как учения в целом, так и в особенности учения нашей линии. Поэтому я думаю, что это было бы очень хорошо, и это то, что мы будем читать в перерывах. И позднее я дам усную передачу, на этот текст, и вообще, я сделал запись этой молитвы. Я думаю, что в перерыве мы будем запускать эту запись, и я думаю, что вы можете читать эту молитву вместе со мной, но прежде чем это произойдёт, я дам усную передачу на эту молитву, написанную Джимми Памрембача. Подождите секундочку, я хотел бы немножко расслабиться, и затем мы начнём нашу сессию. И сегодня мы будем говорить о Первом Соборе, как он описывается в Великом Комментарии к статичной пражне парамиды, и также я буду говорить о Бупале, о том, каким образом он принимал участие в Соборе. И я хотел бы начать с утри, повествующей об Упале. Я думаю, что, наверное, было бы хорошо прежде привести краткую историю этого Архата, Архата Упале. И Ария Упале, или по-тибетски Неваркор, происходил родом из ниши, из четырёх каст. Он был шудрой, и по своей профессии он был парикмахером. Он занимался этим для пропитания. И справа вы видите старую статую японского происхождения. Это статуя Упале. Это то, что я вам сейчас хотел показать. И для того, чтобы рассказать об Упале, я хотел бы сказать, что в VI веке нашей эры на китайский язык была переведена Абиниш Крамана Сутра. И Абиниш Крамана Сутра по-тибетски это Умбарджёбедо. И она состоит из 60 томов. И в 55 томе находится повествование об Упале. А также в Муллосе Растеваде Винае в разделе о Расколе или в главе о Расколе есть повествование о Упале. И это те материалы, на которые я сегодня буду опираться в кратком изложении. Прежде чем принять обеты от речения, Упале был парикмахером. Когда он стриг волосы, он был очень внимательным и созреотачивался во время стрижки только на своей работе. И поэтому он очень хорошо стриг волосы, был хорошим парикмахером. И он стриг всех принцев, а также царей клана Шаки. И прежде он также стриг и брил Будду. И когда Будда достиг полного пробуждения несколько лет спустя, он вернулся к себе на родину в Капилавасту. В то время, поскольку Упале был самым искусственным парикмахером, он был выбран для того, чтобы побрить Будду. И тогда он пришел к Будде вместе с матерью и подстриг Будду. Побрил Будду. И так как Будда достиг полного пробуждения, был великой личностью, для Упали было нелегко брить Будду, потому что он был великой святой личностью с великой реализацией, объектом почитания всех. А Упали был из ниши из четырех каст, касты Шудр. Поэтому он испытывал сильное беспокойство и страх. В тот день, когда он должен был брить волосы Будде, мать Упали сопровождала его. И когда они встретили Будду, она спросила у него, как вам умения Упали? Как вам его умения парикмахера? Будда ответил, что его техника очень хороша, но его тело слишком сгорблено. Как только Упали услышал это, Будда? У нас на время пропал звук. И как только он услышал это, Будда сказал, как это говорит Будда, Упали сосредоточил свой ум и выпрямился. И в этот момент он смог войти в первую тхяну. таким образом он очень легко обрел это медитативное сосредоточение. Через некоторое время его мать спросила, как он сейчас? Будда ответил, теперь он слишком сильно выгибает спину. спину. И хотя он стоит хорошо, тем не менее он слишком выгибает спину. И мать ему сказала, что нельзя огорчать Будду, поступай, как он говорит. И Упали изменил свою позу и сразу же достиг второй тхяны. Затем его мать снова спросила Будду, хорошо ли он бреет? На что Будда ответил, его дыхание слишком поверхностное. дыхание. Как только это Будда сказал, и мать передала эти слова Упали, она сказала, что тебе необходимо изменить свое дыхание согласно наставлению Будды, и Упали сосредоточил свое внимание на дыхании и достиг третьей тхяны. Затем мать снова спросила у Будды, на что Будда ответила, на ее вопрос Будда ответил, он дышит слишком глубоко, его вдох слишком силен, до этого он слишком сильно вдыхал, теперь он слишком сильно выдыхает. И тогда мать Упали передала эти наставления самому Упали. И тогда он отбросил даже представление о дыхании и немедленно достиг четвертой тхяны. Затем Будда сказал соседям Пхикшу, возьмите бритву из его рук, упали достиг четвертой тхяны, хорошо держите его, чтобы он не упал на землю. То есть таким образом и тогда мать забрала у него бритву и поддержала его. И таким образом, когда упали, стриг брил Будду, Будда давая ему наставление о том, как поступать, он очень легко, совершенно без каких-либо затруднений достиг четвертой тхяны. и затем Будда давал наставления, давал учения жителям Капеловасту. И высокородные люди царского рода из города Капеловасту достигли непроизойденного пути, почувствовали восторг и радость и пожелали принять обеты отречения. Они увидели истину и согласно тибетскому переводу главе о схизме из Мула Сарасевада Винаи, в это время Шудононо позвал парикмахера упали и сказал ему, «Ты отправляй все в рощи боняновых деревьев и побрей голову царю Шаке в Хадраке». По всей видимости там находился храм, который был поднесен родом Шаке Будде. И по всей видимости там находились 500 представителей рода Шаке, которые должны были бы принять обеты отречения от Будды. И среди них находился царь Шаке в Хадраке. И как вы помните, когда царь Шудодана в присутствии Будды увидел истину, он отдал свое царство Шуклодане, который был его братом. Тот тоже увидел истину посредством Будды и отдал царство своему брату Дронодане. Тот отдал его Амритодане, решив, что не будет править. Но Амритодана также увидел истину и решил не править царством. Они обсудили, кому следует отдать царство, и все согласнились, что оно должно быть передано сыну Шуклодане Пхадраке. И таким образом Пхадрак стал царем Шакев. Но затем и Пхадрак стал монахом. И по всей видимости правящие круги царства Шакев опустили, потому что все стали монахами. И опять здесь вместе с царем Пхадрак пребывали 500 представителей клана Шакя. То есть снова здесь попадается это число 500. Как бы там ни было, вместе с этими 500 знатных представителей клана Шакя, все они решили принять обеты монахов и упали побрил каждого из них. И самым главным был Пхадрака, он был царем, поэтому его брили первым. И когда он брил его, упали, очень громко вздыхал и ронял слезы. И когда царь Пхадрака увидел это, так как они были хорошо знакомы, потому что он был парикмахером, который стриг и брил царей и знать этого царства, Пхадрака спросил «Почему ты плачешь?» И упали, тут же встал на колени перед царем и сказал «В прошлом у меня была возможность служить самым выдающимся людям, таким как вы». «Теперь такой добрый царь как вы уходит принимает монашеские обеты и я остался без прибирища и защитника и лучше умереть, встретить плохого царя». На что Пхадрака ответил «Я и не подозревал, что у тебя такие чистые помыслы по отношению ко мне?» «Не волнуйся, я прослежу, чтобы у тебя не было плохого царя, я постараюсь, чтобы у вас не было плохого царя». И Пхадрак был очень рад этим словам, и он продолжил брыть голову царя. И когда он закончил, царь велел кому-то расстелить в стороне белую ткань. он сказал 500 представителям рода Шакья, «Пожалуйста, слушайте внимательно, раньше упали служил нам, но у него нет ни богатства, ни имущества. Давайте представители нашего рода Шакья положим наши верхние одежды украшения и необходимые предметы на эту белую ткань. Все те одежды и украшения, которые находятся сейчас на наших телах, давайте отдадим их упали, так как мы становимся монахами, принимаем обеды отречения, нам не нужны будут одежды и украшения домохозяина. Вместо этого давайте отдадим их упали. Так приказал царь Пхадрака, и как только царь сказал это, шакьястцы положили все свои одежды и украшения на белую ткань и отдали их упали. И они сняли только верхние одежды, так как нижние одежды было снимать неприемлемо, тем не менее они отдали все свои одежды и украшения упали. Нет необходимости говорить, что упали обрил по очереди все головы, каждого из них. И как я уже говорил, упали был бедняком, он был из низшей касты, он был очень бедным и никогда даже не мечтал, что у него будет столько богатства в этой жизни. Обычный человек обрадовался бы такому богатству, взял бы все и ушел бы домой. Но в этот момент упали подумал про себя. По всей видимости, он был отличен от всех людей, он мог глубоко мыслить. И он подумал про себя. Все 500 представителей клана Шакья, владыки, царь и его принцы и прочие, и теперь они оставили всю свою власть, дворцы, жен, драгоценности и одежду, чтобы принять обеты и отречения. Мне было бы неправильно привязываться ко всем этим украшениям и богатствам я бедный человек, прислуживающий другим. Я думаю, что было бы неправильно привязываться к этим украшениям. Так подумав, он сел и подпер щеки руками и подумал, я родился в очень низкой касте. Если бы я не родился в низшей касте, я тоже могу принять обеты отречения и стать архатом. Однако у меня нет такой возможности. И по всей видимости, в то время представители низшей касты, как я уже говорил прежде, не имели права заниматься духовной практикой. Они не имели права выполнять действия, которые выполняют брахманы, и поэтому он был сильно опечален. Однако есть повествование о том, что Будда трижды смотрел на положение живых существ в течение дня и также три раза ночью. И точно так же поступали и архаты. Архаты также смотрели на положение живых существ. У нас с вами это не выйдет, даже если мы захотели, даже если мы находимся с кем-то в одном здании, и если наши друзья находятся где-то в другом месте, даже если мы задумаемся о том, счастливы ли они или нет, находясь в этом месте, мы можем лишь подумать об этом, но мы не можем увидеть это воочию. У архатов же есть ясновидение, и поэтому они могут видеть положение живых существ, как мы можем видеть это своими глазами. И поэтому в то время благородный Шерепутра знал, что упали такие трудности в уме, и поэтому он пошел к тому месту, где сидел упали, и сказал, почему ты сидишь здесь, беспокоясь, обхватив свою голову руками. На это упали ответил почтенный, я ничего не могу поделать, кроме беспокойства, сегодня царь Бхадрака и 500 шакьястов отказались от своей власти, дворцов, жен и несметных богатств. Они решили принять обеты и отречения. Я здесь привязываюсь к этим вещам и накапливаю карму для рождения в Нижних мирах. Если бы я не родился в низшей касте, я мог бы принять обеты и отречения, чтобы практиковать усердие и достичь состояния архата, однако у меня нет такой возможности, и поэтому я очень опечален этим положением вещей. Шарипутра ответил, Дхарме Будды, мы не говорим и не думаем ни о низших кастах, ни о кланах, ни о низком образовании. Мы не говорим, что ты что у тебя нет образования, что у тебя низкая каста и так далее. Это не является препятствием, если у тебя есть желание принять обеты и отречения и принять полное посвящение Пхекшу, иди со мной, чтобы увидеть Будду. Будду обязательно позволит тебе принять обеты и отречения. Упаля был в восторге, оставил все одежды и драгоценности и тут же отправился Шарипутрой, чтобы увидеть Будду. И, как говорится в текстах, он бросил все эти драгоценности как плевок в пыли. Когда мы выплевываем слюну или слизь в пыль, мы не оглядываемся, что там с ней произошло. Точно так же и здесь. Он бросил эти драгоценности и отправился Шарипутрой к Будде. После того, как Шарипутр привел Упаля к Будде, Шарипутра простерся у ног Будды и спросил. Он должен был представить Упаля Будде, и он сказал, что это Упаля хотел бы принять обеты и отречения стать Пхекшу, поэтому, пожалуйста, подумайте о нем состраданием и даруйте ему обеты. Он обратился с такой просьбой к Будде, и Будда сказал, подойди сюда. И это способ дарования обетов произнесением фразы «Дайди сюда, практикуй целомудренное поведение». Таким образом, он дал ему разрешение предковать целомудренное поведение и двумя этими фразами, как только он их произнес, у Упаля были волосы, но они сами обрились и также волосы на его лице сами собой обрились, и он был в обежде мирянина, но эти одежды совершенно естественным образом превратились в одеяние монаха. И как только он принял эти обеты, он обрел вид монаха, который обрел обеты семь дней назад. и обычно когда человек только принимает обеты, он не знает, как носить монашескую одежду и выглядит несуразно. Однако, как только Упаля принял эти обеты, он стал выглядеть, будто бы монах, принявший обеты семь дней назад, будто бы он уже монах не первый день. И таким образом он принял эти обеты до того, как царь Шакев Бхадракова успел принять обеты, ему помог Шерепутра, и в то время не было необходимости в ритуале, а сложном ритуале принятия обетов монаха. И поэтому, произнеся всего две фразы, Будда принял его в монашескую общину. И согласно правилам монахов, необходимо обычно монахи принимали обеты посреди Санхи, и затем их приводили к Будде. И они кланялись друг перед другом по старшинству. Старшим считался тот, кто принял обеты раньше. И затем царь Шакев и 500 представителей клана Шакев получили обеты отречения посредством четырех частных действий и просьбы и отправились к Будде. И они простирались, а затем, когда они простирались перед старшими монахами, Фхадра узнал упали. Он посмотрел на его ноги, когда совершал простирание, он увидел его ноги и увидел и подумал, что это, наверное, ноги упали. И когда он посмотрел вверх, он увидел, что это и в самом деле упали. И когда он увидел, что это упали, он сразу же выпрямился, не стал склоняться перед ним и сказать, это упали. Он мой слуга. Должен ли я простираться перед ним? Прежде он был моим прислужником, он был моим слугой. И он был ранее царем, шакев, царского рода, а упали был из низшей касты. И Будда сказал ему, «Мы принимаем обеты и отречения для того, чтобы победить гордыню». Упали принял обеты и отречения до тебя, поэтому ты должен склониться перед ним. И внезапно гордыня Бхадраги была устранена, так как было очень важно для него не нарушать слово Будды, и поэтому он сломил свою гордыню и совершил простирание перед упали. И как только он совершил эти простирания, земля содрогнулась шестью способами. Все семь уровней земли содрогнулись. И с одной стороны, может быть, это и в самом деле было так, а с другой стороны, может быть, это всего-навсего символ, потому что царь склонился перед ногами, перед стопами шудры, и в индийском обществе, у времени это было нечто невозможное. И так как произошло это событие, это было великое событие для индийского общества, и поэтому оно потрясло общество, как будто бы землетрясение, во время которого содрогнулись все семь уровней земли. И я думаю, что вполне возможно, что эти слова являются символом. И в то время 499 других представителей рода шаки в Палинице, и только один не сделал этого. Я думаю, что вы можете доказать, вы можете догадаться, кто был последним, кто не совершил этого простирания. Это был Девадатта. Девадатта также принадлежал к царскому роду шаки, и все принцы шаки совершили простирание, однако он не стал этого делать. И когда Будда увидел это, он сказал, «Ты также должен сломить свою гордыню и поклониться у Пали». Однако Девадатта ответил, «Если я не склонюсь перед Упали, какая польза, какой вред? Я не собираюсь падать ниц перед ним». И в особенности в нашем тибетском переводе в разделе ритуала снятия запретов говорится, что если я не совершу простирания перед ним, какой вред это ему причинит? Если я не стану касаться его ног, если я не стану касаться своей головой его ног, то как это причинит ему вред? И поэтому я не буду склоняться перед ним. И говорится, что это в первый раз, когда Девадатта нарушил слово Будды. И по всей видимости, Девадатта издавна не любил Будду, но это был первый раз, когда он нарушил слово Будды, и все принимали прибежище в Будде, проявляли при нем почтение. Однако Девадатта был первым, кто нарушил слово Будды, и это был первый раз, когда он совершил это. И в то время вокруг Будды было много монахов, и многие не удомевали, почему земля колебалась шестью способами. Они были удивлены этому событию. Они задумались, какая же причина этого явления. И тогда они узнали, что царь Пхадрака просирался перед Упали. И не только он. 499 представителей рода Шаки склонились перед Упали. И тогда Будда рассказал о прошлых жизнях Упали. Но я не буду вдаваться в эти подробности сегодня здесь. Подводя итог, я хочу сказать, что после, что Упали был из низшей касты, был бедняком, тем не менее, когда он принял обеты отречения, он в совершенстве соблюдал все правила Винаи и никогда не нарушал ни одной заповеди. И поэтому Будда сказал, что среди всех своих учеников он был главным хранителем Винаи. И многие пхикшу приходили к нему, когда у них возникали вопросы о Винае? Согласно... И в 4 веке наставник, который звали Чэдагава, перевел на китайский язык одну из сутр, которая входит в 4 агамы. И в этом тексте говорится, он был переведен Фасянем в 4 веке нашей эры. Здесь говорится, тот, кто остался в царстве богов, царство желания и не хотел оставаться среди людей, был пхикшу по имени Гавампати. Тот, кто мог разрешить все сомнения с помощью своей бесконечной праджи, был пхикшу по имени Шерипутра. Самым выдающимся из тех, кто обладал божественным оком и мог видеть все миры в 10 направлениях, был пхикшу по имени Маудгальяина. Тот, кто практиковал аскезу 12 качеств обучения, был пхикшу по имени Махакашьяпа. Тем, кто уважал и придерживался правил Винаи и никогда не нарушал их, был пхикшу по имени Упали. Среди моих учеников величайший тот, кто знает время и знает вещи, кто беспрепятственный ни в чем, кто никогда ничего не забывает, кто обладает самыми обширными знаниями, кто терпелив и способен служить, это пхикшу по имени Ананда. И, как я уже говорил, что главным образом, мы, говоря о сутрах, мы говорим о 4 агамах. И, как я уже говорил, все эти тексты из 4 агам, из этих разделов не были полностью переведены. Некоторые отдельные сутры были переведены, однако эти 4 агамы не были полностью переведены. И они были переведены на китайский. Сейчас я привожу материал оттуда. И здесь перечисляются имена величайших учеников Будды. Это Махакашьяпа, о котором мы говорили, который практикует 12 аскез. Также здесь был и Упали. Упоминается Упали, который никогда не нарушал ни одного правила винае. И также здесь говорится, что произносится имя Ананды. И ему посвящены несколько предложений, в отличие от других. Другие обозначены очень кратко, названы кратко, и их достоинства перечислены кратко. Однако Ананде посвящено гораздо больше места в этой сутре. И существует еще одна история, которую бы я хотел здесь рассказать. Однажды заболел один пхикшу, и врач сказал ему, что для изучения обязательно нужно принять алкоголь. Однако у этого пхикшу не было желания нарушать запрет на употребление алкоголя, даже если бы это стоило ему жизни. И у Пали услышал о ситуации и спросил у Будды о том, что некий монах болеет и не может излечиться, если не применять алкоголь. И Будда сказал, что если больной пхикшу должен принимать алкоголь как лекарство, это разрешено. И здесь есть подробности относительно того, как надо принимать алкоголь, как он может быть принят как лекарство, но я не буду вдаваться в эти подробности. И таким образом У Пали принес алкоголь и дал его больному пхикшу и одновременно обучал его дхарме. Больной пхикшу выздоровел и более того достиг архатства благодаря учению дхармы У Пали. Когда У Пали узнал об этом, он похвалил У Пали не только к истинному хранителю Винаи, но и как человека, который мог понять, что дозволено и что запрещено в Винае. Он не тот, то есть он не только знал Винаи, не только хранил ее, но когда происходили какие-то сложные моменты в соответствии со временем и условиями, он мог определить, что приемлемо, а что неприемлемо, как поступать в той или иной ситуации при тех или иных условиях. И после Нирк Пари Нирваны Будды Махакашьяпы и другие собрали совет и решили провести первый собор. И по всей видимости у них возникли трудности связанные с тем, будет ли Ананда составителем сутр или нет, будет ли он включен в ряды собора или нет. Но у них не было никаких сомнений в том, чтобы упали был главным хранителем дхармы, чтобы он был наиболее подходящим человеком для декламации Винаи. По желанию Санхи упали сел на трон и подробно описал место, время, людей и причины и далее для каждого из правил, установленных Буддой. Он привел не только все эти тонкости, более того, он процитировал все пункты, относящиеся к Питаю по памяти, так что благодаря его доброте у нас теперь есть корзина Винаи, или то, что называется на санскрите Винаи Апитака. Когда мы говорим о Винае, она очень важна, однако я хотел привести несколько цитат, подчеркивающих это. Есть некоторые цитаты, которые известны всем, а есть и менее известные цитаты, описывающие важность Винаи, монашеской дисциплины. и есть текст, который написан Саманта Пасадика, написан Будда Гоши, это известный комментарий к Винае, Саманта Пасадика, и в этом тексте Будда Гоши говорит, что корзина Винаи это жизненная сила истинной Дхармы. Если будет пребывать Винае, то будет пребывать Итхарма. И это мой приблизительный грубый перевод. И в выдающемся повествовании Мулава Сарасивады или Утара Гранки это это текст, который известен нашей традиции. В китайском переводе Мулава Сарасивады это один из ритуалов 101 действия. Там также повествуется о том, что почтенный спросил Упали, как мы можем знать, существует ли истинная Дхарма, пребывает ли она? И когда Упали обратился к Будде таким образом, тот ответил она будет присутствовать до тех пор, усердно совершаются действия Винавы, Винаи, ритуальные действия Винаи. Если действие Винаи совершается усердно, тогда присутствует истинная Дхарма, если действия не выполняются и не выполняются усердно, тогда истинная Дхарма погибла. И поэтому Если есть те, кто хранят бережно традиции и действия Винаи, то учение пребывает. Если же монахи выполняют это лишь как некую обязанность и не проявляют усердия в ритуальных действиях Винаи, то тогда учение погибло. Тогда оно близко к исчезновению. Я думаю, давайте перед следующим разделом сделаем перерыв. Но прежде, до того, как начнется этот перерыв, я думаю, стоит дать устную передачу на текст, о котором я говорил. Ванг Дю Селдеп, так называемый. Это Ванг Дю Селдеп, который по-другому называется. Великое облако благословений. Это текст, который был написан. И теперь давайте сделаем перерыв на 30 минут. И теперь мы продолжаем. Я говорил, то есть я закончил повествование краткой истории жизни. Упали. И теперь мы переходим к следующему разделу. Об этом говорится в комментарии к статичной пражне Парамиде. И в этом комментарии говорится о том, каким образом Упали произносил сутры, каким образом они были собраны. И тогда Архаты сказали, кто научен в корзине Винаи и может составить или прочитать ее. И все говорили, старейшины Упали среди 500 Архатов, самой выдающейся Винаи. Мы должны попросить его произнести Винаи, собрать ее. Сказав это, они пригласили Упали и сказали ему. По всей видимости, он был одним из этих 500 Архатов, которые участвовали в Первом соборе. И они попросили его, чтобы он сел на львиный трон и рассказал, где Буду установил первое правило Винаи. Упали сделал это, как его просит Санха, сел на львиный трон и сказал, «Так я слышал однажды, когда Бхагаван пребывал в Айшале, и за случай, когда сын Каландыки, Судатта, впервые свел себя непристойно, было нанесено первое поражение. Затем 250 нарушений, разделённых на три части или разделённые на семь разделов или восемь, в Хикшуни Винаи, подсчитанные беседы, Сударь вопросов Упали, тонкие моменты дисциплины, вибанга и так далее». То есть, таким образом, эти восемь разделов называют корзины Винаи. И это главным образом поислования с точки зрения Сарвасти-Вады. То, как здесь описывается, это согласуется или соответствует Винаи Сарвасти-Вады. После того, как три корзины были собраны, боги, мары, наги, богини пролили дождь из различных подношений и благоухающих цветов. Они поднесли зонты, знамёна, божественные одежды и произнесли следующий стих. Если перевести его кратко, «Из сострадания к мирским людям, вы собрали три корзины». Всеведущий с десятью силами светоч праджни рассеивает заблуждение. И так, это с четверостише приведено в комментарии Нагарджуны к статичной праджни Парамите. В другом же тексте, в старой истории Дхармы Фозу Тунджи, «Рассказы об учителе Будде и линии преемственности учителей» цитируется отрывок из Махасанги Каникай, Винаи, в котором говорится, что после парнированной Будды совет или собор по составлению трёх корзин проводился в пещере под названием Пипали Гуга. Пещера дерева Бодхи, если перевести, Ананда читал сутры, Махакашьяпа читал трактаты, то есть собирал или произносил трактаты, то есть Абидарму Алпали произносил Гинаи. И это в соответствии с традицией Стави Равады. Это то, как они говорят о Первом соборе. После этого тысяча благородных существ составили описание за пределами этой пещеры Пипали Гуха, и это называется Махасанги Ка. И в этой пещере Пипали Гуха были составлены три пятаки, а за её пределами снаружи тысяча святых благородных существ составили Писание, и это Махасанги Ка. Как бы там ни было, обе традиции обе говорят о том, что говорят о том, что Винае Сангхи была собрана там, и это корень Винае. Затем в этом тексте, повествующем о Будде и Ленипринстве приводит цитата из сутры об искусственных способах воздаяния за доброту Будды, и по всей видимости этот текст был переведен на тибетский язык с китайского, есть старый перевод. Однако слова этой цитаты из сутры, когда я рассмотрел китайский текст, я увидел, что этот перевод несколько неполный, поэтому попытался дать его грубый перевод, как он приведен в китайском тексте, и глава упали из сутры Будды об искусственных средствах отплаты за доброту следующий. И эта глава названа глава упали. в тибетском переводе эта глава переведена неправильно, название главы видимо неправильно, неизвестно, ошибся ли переводчик, или переписчик, как бы там ни было, эта глава должна называться глава упали. в тибетском переводе. И во времена Будды, здесь приводится диалог, во времена Будды, знаете, что я слышал относится к периоду после Парнирваны. Парнирваны. когда Будда был в этом мире, тогда неправильно не использовались эти слова, «я слышал». Если в сутре использованы слова «я слышал», это значит, что эта сутра относится к периоду после Парнирваны. Потому что составители корзины истинной дхармы должны сказать, «я слышал». «Так я слышал». По всей видимости, здесь говорится об этом. И те сутры, которые были признаны Будды без Ананды. Будда преподал много учений, когда его не было. И были по всей видимости учения, которые Ананда не слышал, когда уже был рядом с Буддой. И каким же образом логично ли здесь Ананди говорит, «я слышал», когда он мог не слышать некоторые из сутр и учений Будды. И здесь приводится ответ. здесь есть несколько ответов. И один из ответов следующий, боги говорили с Анандой. То есть, боги передали Ананде те учения, которые они слышали от Будды. также Ананда знал, когда Богован входил в относительный ум, то есть, когда он находился в медитативном погрожении, и когда он находился в нем, Ананда знал об этом, Ананда узнал эти учения. Также, говорится, есть другой ответ, когда он слышал это от других Пхикшу. Также, следующее, также, когда Ананда попросил Будду принять его условия, он попросил Будду, то есть, когда Будда предложил ему стать его прислужником, тот выдвинул несколько условий, и Ананда просил не давать ему старой одежды, не позволять ему принимать приглашение на трапезу с Буддой. Ананда сказал, что я желаю дхармы, поэтому я буду служить Будде. Поэтому смысл служения Будды не в еде и одежде. Далее, Ананда сказал, точно так же, как Санха может видеть Будду утром и днем, так и мне, Ананде, нельзя позволять видеть его по любой прихоти. так же Будда должен научить меня в сейдхарме, которую он учил за 20 лет. И те учения, которые даровал Будду, когда Ананда еще не был его прислужником, Ананда просил Будду, чтобы тот даровал ему все те учения, которым он учил в течение 20 лет. И Ананда попросил Будду дать такое обещание. И Будда рассказал ему всю дхарму, которую он учил в течение 20 лет. И поэтому Ананда говорит в начале сутры, так я слышал, потому что он слышал все учения от Будды, в том числе и те, которые были проповеданы прежде до того, как он стал прислужником. И вот этот пассаж из этой сутры в тибетском переводе, который хранится в Канггюре, он неполный. В китайском переводе он более полный. И то, что я описывал, это прежде всего два разных способа описания Первого Собора в священных писаниях и трактатах. И вообще в Первом Соборе в каноне много сказано в разных сутрах, и между ними есть небольшие различия. Главным образом, я опирался, как вы помните, на тексты Павиная и на комментарии стотысячной прежнепарамиды, которые приписываются на Гарджуне. И в отличие от других, эти два описания являются основными источниками, используемым в качестве источников для данного объяснения. Далее хотел бы в общих чертах описать анализ Первого Собора современными учеными и то, как они его исследовали. совет на Я буду говорить об этом в трех разделах. Первое — это цель этого совета. Второе место и время проведения Первого Собора. И третий раздел — участники этого Первого Собора. Первый раздел — какова же цель Собора? Существует несколько разделов в этом повествовании, в этом изложении. Первая позиция — некоторые люди злорадствовали по поводу Пагнирваны Будды, поэтому Махакаш Япа собрал все эти наставления, чтобы учения сохранились. Об этом говорит японский ученый Умады Гёкей. Умады Гёкей говорит, что если мы посмотрим на это сейчас, когда Будда готовился уйти в Пагнирвану, Махакаш Япа и 500 пхикшу путешествовали из Павы в Кушанагар. И они путешествовали, прося подношение, когда они были в пути, они встретили не буддиста, а несущего цветок. Французский ученый Ламот, Этьен Ламот, говорит, что это был Адживика, или по-тибетски Цовапа, они встретили одного не буддиста, а Адживика, по всей видимости, он принадлежал к традиции джайнов. И они встретились с ним, и только тогда они узнали, что Будда ушел в Пагнирвана семь дней назад. В то время те в монашеской санхе, кто был свободен от сомнений и желаний, продолжали созерцать непостоянство. В то время как те, кто не был свободен от сомнений и желаний, чувствовали горе и плакали, и стенали. Качапа ничего не мог сделать, кроме как утешит их, сказав, что все составное, непостоянно, а конец собирания или конец встречи — это расставание. И в то время один пхикшу, который был преклонного возраста, и французский ученый Ламот объясняет, что это был пхикшу по имени Упананда, который испытывал счастье, когда Будда ушел в Пагнирвану. Как бы там ни было, этот монах сказал всем присутствующим, всем тем, кто собрался там. Когда Будда был жив, дисциплина Винайя была слишком строгой, и у нас не было свободы что-либо делать. С сегодняшнего дня мы можем поступать так, как нам нравится, как мы пожелаем. И поэтому он говорил о том, что уход в Пагнирвану — причина для большой радости. Мы должны радоваться Пагнирване Будды. Когда Махагаш Япа увидел это, он сказал, прошло не более семи дней с тех пор, как Будда ушел из жизни, ушел в Мирвану, но некоторые невежественные, несведущие монахи говорят такие вводящие заблуждения вещи. И таких монахов будет все больше и больше. По прошествии многих лет обстановка может ухудшиться, и поэтому все те, кто получал учение от Будды, должны собраться вместе и составить учение Будды так, чтобы ложное учение Будды не распространялось. И поэтому его целью, как я уже говорил прежде, согласно мнению этого ученого, упали, упали, упананда и прочие рассматривали Пагнирвану Будды как нечто хорошее, и по этой причине Маха Кашьяпа и другие монахи решили устроить первый собор для того, чтобы учение пребывало устойчиво и чтобы вина Будды пребывала устойчиво в этом мире и решили провести первый собор. Вторая позиция или второе мнение, если оставить как есть, то дхарма Будды исчезнет, как радуга, и будет все больше и больше шарлатанов. И поэтому, чтобы этого не произошло, необходимо провести собор, на котором будет точно установлено учение Будды, чтобы не было шарлатанов, извращающих его. Японский ученый Хиракава Акира объясняет, что после Пагнирваны Будды Маха Кашьяпа понял, что если они оставят харму, которую учил Будды, как есть, ничего не касаясь, она исчезнет, как радуга. Некоторые же ученые считают, что цель совета заключалась в том, чтобы настоящие слова Будды не были искажены ложными, выдуманными объяснениями в будущем. По этой причине они провели первый совет. Маха Кашьяпа решил провести совет, когда некоторые люди неуважительно говорили о том, что они наконец освободились от своего безразличного учителя. индийский учитель Эсар Гоял говорил о том, что когда Пхикши по имени Упананда утешал Пхикшу, других Пхикшу, оплакивающих Примирвану Будды, он сказал, что они освободились от своего жестокого, бездушного учителя, не обладающего состраданием, тот, кто ввел слишком строгие правила и не позволял монахам ничего делать. И когда он произносил такие речи без всякого уважения, Махакляпа был поражен, услышав такие неуважительные слова и собрал других архатов, других монахов для того, чтобы собрать учение Будды, чтобы защитить чистоту истинной дхармы в будущем. И хотя первоначально у Махакляпа не было замысла провести первый собор, но когда он услышал такие неуважительные слова, он решил, что необходимо собрать первый собор для того, чтобы защитить чистоту истинной дхармы. Следующий раздел — это место проведения собора, где он был проведен. И здесь у нас несколько мнений. И первое мнение — это по словам японского ученого Гёкей после того, как его объяснение несколько странное, однако я перескажу его. Когда произошли эти события, Шарипутра и Мудгальяйна также ушли в нирвану. Поэтому Махакляпа отправился в место при нирваны Будды и кремировал его останки. После этого он предложил Санхе отправиться в Раджагриху для проведения собора. Когда все согласились с его предложением, они отправились в Раджагриху. Относительно этого английский ученый А.К. Вардер говорит, что причина, по которой этот собор должен был быть проведен в Раджагрихе заключается в том, что Раджагриха являлась большим городом. Если бы приходилось собираться непрерывно в течение нескольких месяцев, если бы пришлось собрать собор и проводить его там в течение нескольких месяцев, им было бы легче возле большого города. И по этой причине они выбрали Раджагриху. И таково мнение некоторых учений, в частности английского ученого А.К. Уордера. говорит о том, что Мах Кашьява предложил монахам, архатам провести собор в Раджагрихе. и они все согласились и поэтому собор был проведен в Раджагрихе. И в то время царем Раджагрихе или Махатхе был Аджатрошатру. И он почувствовал сожаление и стал буддистом в своих проступках. И стал буддистом, и поэтому он стал благодетелем, спонсирующим этот собор. и за городом в пещере Семи Лепестков Саптапарна на горе Вайбхара они построили монастырь, чтобы было место для проведения собора. И начали совет на второй день Ашада, второй месяц дождей. 2-го числа 2-го месяца лета. То есть получается это где-то 17-е число 6-го месяца. И это то, о чем повествует японский ученый Гюкей. Вторая интерпретация или второе мнение согласно индийскому ученому А.С.Р. Гаялу ученый а также Н.ДАТ считает, что совет после Депа Нирваны происходил в 4 этапа. Сангетия или групповое чтение было четвертой стадии собора. И это символизирует 4 стадии развития учения Будды. Согласно поистованию в палийской литературе, первый совет был проведен в Раджагрихе под покровительством царя Аджата Шатру. Во время ретрита дождей И это произошло 3 месяца спустя после Пернирваны. Почему? Потому что Будда сканджался во втором месяце. А собор сезон ретрита дождей начинается в четвертом месяце. Чтение же или собор происходил в пятом месяце. И это известное из повествования 11 части Кандэки. Также об этом говорится в шри-ланкейской истории континента и великой истории и в других текстах. Также это повествование фигурирует в отчетах китайских паломников Фасяня, Танцзан и прочих китайских паломников, которые написали путеводители истории своих путешествий. И поэтому он считает его, этот ученый считает его исторически достоверным событием. И третье мнение французский ученый Ламот Этьен Ламот говорит, что после того, как все, то есть Магакашьяпа и Санха провели этот собор, провели этот совет, они отправились в Раджагриху, в столицу Магадхи, чтобы провести совет подхарми и Винаи. то есть первое было принято решение, затем они в самом деле отрибыли в Раджагриху, и они занялись подготовлениями к этому собору в первый месяц лета. А затем во второй месяц лета, как уже говорилось прежде, они провели первый собор и так далее. И это повествование относительно места и времени проведения этого первого собора. Далее следующий раздел это участники совета. И здесь также существует три мнения. японский ученый Гёкей говорит, что было 500 архатов, включая Махакашьяпу. И главным среди них был Махакашьяпа. Франциский ученый Этиэн Ламот говорит, что был Махакашьяпа и 499 хикшу плюс Ананда. Таким образом получается 501 хикшу принимавший участие в этом соборе. Затем индийский ученый Гоял определяет число хикшу избранных для участия в соборе как 500 человек. Из большого количества монахов было выбрано 500 пхикшу которые приняли участие в этом соборе. И это одно из общепринятых мнений. Но сначала Ананда не был включен в это число. Но некоторые пхикшу предположили, что хотя Ананда не был архатов, он слышал много учений от Будды и имел и имел знание в Дхарме и Винае, поэтому его необходимо было включить в ряды тех, кто будет участвовать в соборе. Таким образом, Ахакашьяпа в конце концов согласился, чтобы его включили в число участников собора. Однако, согласно другому объяснению, прежде чем Ананда принял участие в соборе, он достиг архатства. В некоторых сутрах рассказывается, как у Ананды возникли некоторые трудности после повторения Дхармы и Винаи. Однако, согласно мнению индийских учений, а также челанкистской истории континента, а также великой истории, также Саманта Пасадики, которая была написана Будда Кхоши, известным комментарием на Винаи, а также согласно Махавасту, все они не содержат никаких сведений об обвинениях Ананды. Как вы помните, Махакашьяпа назвал несколько проступков Ананды, И этот индийский ученый выражает сомнения относительно в самом ли деле были приведены обвинения Ананды во время Совета. Завтра у нас выходной, на этом мы сегодня остановимся, завтра у нас выходной, послезавтра это будет 14 день летних учений. Я думаю, что послезавтра мы закончим эти учения, и затем у вас будут небольшие выходные, учения не будут, и затем 11 сентября мы будем, как вы помните, мы будем читать текст ритуала Будуши Кямуни. Таковы наши планы на будущее. Большое спасибо. Теперь давайте вместе произнесем строки посвящения заслуг. Продолжение следует... Продолжение следует...